Друзья мои, присоединяйтесь, у нас сегодня прямой эфир. Собираемся потихоньку. Вот у меня пришла напоминалка про то, что мне надо провести вам прямой эфир. Собирайтесь, собирайтесь, собирайтесь. Сегодня актуальная животрепещущая тема, которая касается денег. И как мы знаем, что все наше современное общество буквально помешано мыслями о деньгах. Последнее время это особенно фонит. И, на мой взгляд, очень много людей в жизнь пускают только одну и ту же мысль, которая их заботит. Это как получить как можно больше денег и куда их потратить, это уже второстепенно. При этом ради этих красивых бумажек люди готовы пойти на все, чтобы их постоянно получать. И здесь я могу сказать о том, что я смотрю на мир Инстаграма, Интернета, что происходит. Я вижу, какие продукты предлагаются и прочее. Вот. Ну, в общем, сегодня мне не хотелось бы ни осуждать, ни заниматься пропагандой моих мыслей о том, что мое единственно верное решение мнения. Но так или иначе, мне сегодня хотелось бы поговорить с вами о деньгах, кому они идут на самом деле. И какими такими супер качествами, супергероев должны обладать люди для того, чтобы к ним шли деньги. Мы все знаем о том, что есть определенные суеверия, определенные приметы, которые дошли до нас из нашего далекого прошлого. И все-таки я считаю, что если наши предки этим пользовались, то так или иначе это имеет смысл. И какими-то вещами я пользуюсь сама, об этом вам тоже я сегодня расскажу. Может быть, у вас тоже появится такое желание, и вы начнете, да, там как-то помогать себе в финансовом смысле, не только работая, но и совершая подобные действия. Ну что, значит, первое, что важно вам сообщить о том, что кошелек должен быть всегда наполнен деньгами, да, для того, чтобы у вас, к вам шли деньги. И эта примета на самом деле не просто так появилась, согласно ей, значит, какой смысл в этом, чтобы деньги всегда нашли дорогу и смогли прийти назад, если вы их тратите. И, значит, задача в кошельке оставить хоть какие-то средства, чтобы, ну, конечно, было бы неплохо, если бы это были не только монеты, да, но и купюры. Но если, например, финансовое положение сложное, вы все купюры потратили, то хотя бы монеты должны в кошельке остаться, чтобы деньги всегда нашли дорогу домой. Потом меня очень часто в директе спрашивают, какого цвета должен быть кошелек. Значит, у меня есть две рекомендации на этот счет. Это зеленый и черный, да, вот. Покажу вам кошельки, с которыми я ходила. И еще, да, распространенный очень такой вопрос ко мне в директе и от моих там клиентов, подписчиков, значит, что делать с кошельками, которые вышли, собственно, из-за обращения, либо там устарели и прочее, да. Значит, тоже об этом сейчас расскажу. Желательно их хранить. Вот как я, пожалуй, я это храню, да. В моей жизни было не так много кошельков сознательных, да, с деньгами. Что значит с деньгами? Это с денежной энергией, которую я сознательно туда закладывала. Их всего было, ну вот сейчас четвертый я ношу, третий, значит, я вам всех сейчас покажу. Если, конечно, вам интересно. Если интересно, ставим плюсики, друзья мои. Интересно ли посмотреть, с чем ходит Райдос. Ходила в том числе. Ну, хорошо. Так, значит, зеленый кошелек. Вот он у меня был такой. Если я его открою, вы увидите, что до сих пор в нем лежат карточки. Посмотрите, он уже весь такой ушатанный, вообще убитый, да. Вот. И, как вы видите, здесь лежит денежка до сих пор. Если мы его откроем, то там тоже лежит у меня денежка. Вот, до сих пор для того, чтобы, так как в нем была финансовая энергия, мной созданная, да, там, потому что я работала, кладла туда деньги. И оттуда доставала эти деньги. Так или иначе, он пропитан моей финансовой энергией. И это является неким носителем. Поэтому до сих пор там лежат, там, какие-то карточки у меня остались, да, там, ну, там, допустим, какие-то скидочные карты, которыми я не пользуюсь. Вот. Но символы денег, они до сих пор там лежат. И я его храню. Так, второй кошелек, который я рекомендую по цвету, это черный кошелек. Для того, чтобы нейтрализовать потери. Это очень важно. То есть, все-таки зеленый цвет денег, для того, чтобы они приходили. И если человек еще не совсем уверен в своих финансовых силах, да, то он может все-таки покупать себе зеленый. А второй кошелек, это черный. Вот у меня второй кошелек был вот такой. Видите, я, вот, он уже тоже такой кожаный. Из естественных материалов, да, то есть здесь важны очень естественные материалы, потому что они впитывают энергетику лучше всего, нежели чем кожзам, и лучше потратиться. И здесь тоже лежат денежные уже купюры. Значит, но, друзья мои, что, вот, например, расскажу, да, потому что так или иначе у вас должны быть какие-то артефакты, либо какие-то вещи, которые, это следующий пункт, да, который может привлекать деньги, что необходимо, в общем, смысл в том, что необходимо воспользоваться денежным амулетом, либо талисманом, да, то есть такая традиция есть, которая ведет нас к использованию такого неразменного пятака. Помните, такая русская традиция была, есть неразменный пятак, да, который вот люди раньше носили с собой, имели, и он тоже притягивает деньги. Кроме того, можно применять какое-нибудь, не знаю, денежное дерево, его фрагменты, или какой-то иной оберег. Вот у меня в виде неразменного пятака есть часть наследства моей бабушки Зины. То есть в свое время, когда, ну, она ушла из жизни, да, она оставила какое-то наследство, и мне досталась некая часть, и вот часть этого наследства до сих пор, да, с 2011 года, она у меня лежит, она у меня кочует из кошелька в кошелек, но она хранится у меня, какая-то часть, да, и я ее не меняла никогда, какие бы у меня не были сложные времена. Да, вот такой вот был у меня неразменный пятак, и до сих пор остался. И вот он хранится до сих пор в одном из прежних кошельков. Вот, еще один есть у меня кошелек, он по мужскому типу, я его периодически тоже ношу, поэтому он у меня не лежащий и активный. И кошелек, с которым я хожу сейчас на данный момент, он выглядит уже вот так, я не буду заниматься рекламой, да, там фирма есть, он выглядит вот так, это тоже черный, но уже с обрамлением золота, да, для того, чтобы денег становилось как бы больше. Символизм монеток вот здесь вот у меня такой есть, да, скажем, если мы посмотрим, да, это символы все монеточек. Вот, оберегом может быть что угодно, любой артефакт, который у вас есть, это могут быть, так, сейчас я покажу еще вам, что у меня есть. Значит, еще что у меня есть для моих любимых кошелечков. Так. Заряженная, вот, пожалуйста, ложка за грибушка имеется у меня, но она у меня заряженная, да, то есть она не просто купленная, положенная, а вот заряженная, то есть она тоже, я ее ношу в кошельке. И янтарная мышка у меня есть, денежная, вот, вот такая. Это тоже я ношу все в своем кошельке, вот. Но это подарок, вот, но тоже я его подзарядила, заговорила, и тоже он для меня является набережным символом. Вот, значит, это, чтобы вы наглядно понимали, что не обязательно носить перо голубя или ястреба, или жабью лапку, для того, чтобы были деньги, да, что символизм и обережные вещи, они могут быть совершенно другие. Но я предпочитаю все-таки носить энергию предков с собой, да, потому что все-таки денежная энергия, накопленная ими, да, мне хотелось бы, чтобы она переходила и ко мне. Дальше, что еще очень важно? Очень важно не влезать в долги, особенно в понедельник и в воскресенье. Это самые неблагоприятные дни для этого, да. И здесь можно облечь себя на такую финансовую, как бы, яму долговую, которая, в общем, ну, решается крайне сложно. Далее, друзья мои, очень важно, чтобы вы не поднимали с земли лежащую там купюру или монету. Это не просто так, это говорит о том, что в таких деньгах присутствует такая деструктивная энергия, и она способна впитываться в вас. Это если очень простым языком говорить. Но в действительности не забывайте о том, что на деньги делается достаточно много различной магии, и на пятаки скидывается, ну, как бы, как на пятаки, да, там на деньги скидывается негативная энергия, удача забирается через деньги. Поэтому крайне важно, чтобы вы ничего чужого, скажем так, не поднимали, даже если это пятитысячная купюра, которая крайне радует глаз, да, и хочется ее очень поднять. Чужое все равно не будет с вами надолго, а то и заберет вообще ваши финансовые резервы, да, которые у вас есть и которые, возможно, не использованы. Поэтому если вы видите какую-то купюру, скажем так, которая праздно болтается, поднимать ее не стоит, дабы себе, прежде всего, не навредить. Также есть... А, ну, я говорила, кстати, в одном из своих сторис, что... Я говорила, что... Ну, в одном из своих сторис, что этот самый... Так, отвлеклась просто, прошу прощения. Что деньги лучше передавать через... Через эту самую... Господи, как она называется? Через блюдце, да, даже если вы приходите там в магазин или куда-то, то лучше не продавцу сразу деньги давать в руки, а через предмет, через какой-то, через стол или через блюдце. Кстати, про это говорила. Это вот относится к тому, что не стоит взаимодействовать, да, там, с чужими деньгами поднимать. Вот. Также есть такое мнение, ну, по крайней мере, я им пользуюсь, что цифра 5 привлекает все-таки деньги. И по этой причине в кошельке необходимо просто всегда иметь купюру в 50 или там в 500 рублей, там, не знаю, 50 евро, 5000, 5 рублей, да, обязательно. Вот, пожалуйста, 5 евро я ношу вот в моем нынешнем кошельке для того, чтобы эта цифра сама по себе привлекала финансы. Вот. Ну, важно помнить о том, что не только соблюдение каких-то примет может гарантированно вам принести деньги, конечно, нужна еще работа, а также нужен верный настрой, который способен притянуть, как вы говорите, везение и денежную энергию. Большинство из вас согласится со мной, что при гармоничном взаимодействии потребностей своих, да, и возможностей денег всегда будет достаточно. Потому что, как правило, люди, которые говорят о том, что им денег недостаточно, они на самом деле забывают о том, что они руководствуются хотелками, а не своими потребностями. Все говорят, о, мне недостаточно денег, потому что я хочу в лучшую квартиру, в лучшую еду есть, в лучшую, я не знаю, там, одежду покупать. Но в действительности, да, если мы разберемся, денег достаточно для того, чтобы они выжили, прожили и прочее. Поэтому, когда мы гармонично это как-то складываем, да, получается, что денег нам, в принципе, будет хватать всегда, если мы хотим как-то работать и что-то для этого делать. По этой причине нужно, в прямом смысле слова, взрастить в себе правильное отношение к получению денег. Ведь они, по сути, считаются лишь средством, но не самой важной целью в нашей жизни. Хотя многие возводят это в культ. И для того, чтобы использовать в итоге, в деле, да, вот эту вот энергию, да, для того, чтобы... Так, что-то... Я зависла или нет? Нет, не зависла, все, видимо. Все, вижу, вижу, вижу. И для того, чтобы... Да, я мысль хотела закончить. И для того, чтобы использовать в деле энергии для притяжения денег, для начала начните применять методы визуализации. Например, мысленно визуализируйте, как можно явно... явные такие для вас большие суммы денег. Потому что для каждого из нас мерило денег разное. Для кого-то там, не знаю, тысячи рублей – это большие деньги, для кого-то там и миллион покажется чуть-чуть. И важно визуализировать, как будто вы уже ими обладаете. Дальше. Внутри своей вот этой фантазии визуализации внимательно посмотрите детально на каждую купюру. И попробуйте сосчитать их, сколько вы их можете на самом деле иметь. Этот метод даст вам возможность направлять вот реально свой мысленный поток в сторону получения денег и будет способствовать достижению желаемого вами. Да, а не такого, не и реалистичного, да, не и реального. И вы поймете, когда будете подсчитывать, да, вот во время этой визуализации, сколько реально вы на сегодняшний день можете удерживать денег в действительности. Другим вариантом, например, визуализации, да, если мы говорим, а если такой метод там вам не подходит по каким-то причинам, есть другой метод. Это каждый день, в принципе, думать о деньгах теми способами, которыми вы их зарабатываете. Ну, например, да, то есть вы встаете с утра и думаете, так, сейчас я пойду и продам на Авито старую вещь, да, это тоже способ заработка, потому что что-то вам не нужное вы можете как-то материализовать, например. Или вы думаете, так, сейчас я пойду подам объявление, объявление, потому что у меня есть, оказывается, второе образование, которым я не пользовался. Или вы вспомнили, чему вы обучались в среднем профессиональном заведении и тоже, оказывается, никогда это не применяли. И вспомнили про это и думаете, как вы там зарабатываете деньги. И ваше подсознание начнет так всасывать, как бы, эту информацию, и вы действительно сможете получать либо какие-то варианты для того, чтобы деньги приходили, либо какие-то варианты заработка и прочего. И вот от правильного вашего отношения, друзья мои, к деньгам, да, зависит длина вашего пути, да, к улучшению вашего благосостояния. Ведь деньги притягиваются, на самом деле, к тем людям, которые готовы и умеют с ними в реальности, ну, как бы, обращаться. Так, я вас не загрузила. Двигаемся дальше или оставим какую-то часть на потом. Дайте обратную связь. Двигаемся дальше? Так, кто-то отвечает мне. Все просто машут и здороваются. Все ок. Вот кто-то пишет, что иногда работают древние заклинания, халява, приди. Класс. Жалко, что я не знала. Хорошо. Ну, в общем, хочется поговорить про ваше мышление, да, потому что хорошо быть умным человеком, талантливым, специалистом, например, в своей области, но этого мало, да, нужно уметь правильно относиться к деньгам, считать себя достойным денег и уметь ими управлять. Еще не менее важно все-таки бережно к ним относиться и четко понимать, сколько денег вам на самом деле необходимо и на что вы в действительности хотите потратить. Потому что в вашей голове это должно быть в идеале похоже на четкую схему. И тогда вы будете буквально ловить на ходу подходящие к вам и приходящие к вам возможности зарабатывать. Вот именно этим вещам, ну, одним из пунктов, да, там, марафона, там, деньги, обладатель кубышка является вот это понимание, чтобы мы не пропустили возможности, которые дает нам Вселенная. Потому что когда мы делаем там ритуальную часть, мы не только забираем, да, какие-то вещи от родовой системы, но мы и сонастраиваемся на Вселенную для того, чтобы понять именно то, где мы можем заработать больше всего. Задумайтесь, друзья мои, как вы реально относитесь к деньгам, потому что неправильные установки в этом вопросе являются самым главным ограничителем на пути к богатству. И если их иметь, то вряд ли удастся стать магнитом для денег, хотя сколько бы вы не писали при этом аффирмации, сколько бы вы себя не уговаривали, не делали бы практики «Я магнит для денег» или там «Халява приди», да, как я только прочитала, Вселенная слышит и чувствует нас, и именно от нашего отношения к деньгам формируется наш путь к ним, да, все здесь взаимосвязано. Опять же, вот будет 2 марта марафон «Деньги. Обладатель кубышка». Вы можете прочитать отзывы, да, и я выкладывала в сторис много отзывов с этого марафона, который был, и там люди понимают, да, что они кладут под деньгами, и это не про деньги, они, возможно, хотят иметь что-то другое. И когда они сталкиваются с этим, это большое удивление, что они думали про деньги таким способом. И высвобождается действительно в течение марафона та энергия, которая приводит людей к деньгам, да, к деньгам, либо к своему собственному делу, которое может приносить деньги. Люди приходят на деньги «Обладатель кубышка» с очень разными запросами. Например, они приходят с запросами, с запросами, а, собственно, где мое предназначение, да, то есть, а как я могу понять, где я заработаю больше всего, а сколько вообще мне денег нужно, а действительно ли я вообще в состоянии зарабатывать деньги, или мне это никогда не дано. Обычно это приходят женщины, которые там домохозяйки очень давно, и которые очень давно не работали и имеют серьезную проблему с тем, чтобы выйти на работу, да, потому что им страшно не реализоваться и быть нереализованной, и они могут быть только матерью, как они думают, да, но на самом деле это не так. Поэтому на этом марафоне мы и учимся считать деньги ресурсом, а не целью, да, и для того, чтобы обладать ресурсом, нужно в себе активировать какие-то вещи, нужно в себе высвободить какую-то часть энергии, которая будет приводить вас к деньгам, да, к этим ресурсам, а не просто размышлять о том, что я очень хочу денег. Потому что, друзья мои, я убеждена, что деньги сами по себе не делают нас счастливыми. Далее. Очень важно, чтобы вы понимали, и на моих марафонах мы очень много этому внимания уделяем, это вопрос собственной самооценки и веры в то, что вы можете стать богатым. Это дело первостепенной важности. Без этого двинуться дальше практически невозможно. Без веры в себя и в свои возможности, которые нам предоставляет наша Вселенная, наша родовая система, наши предки, которые жили ради нас, это ваш путь к богатству, который может превратиться в такой лабиринт с очень множеством, с очень большим множеством препятствий. Поэтому, если вы верите в себя, да, то вы по этому лабиринту идете просто, легко и понятно. Тем более, если вы, например, на марафоне деньги уже получили какие-то инструменты, где вы понимаете, что ваш род рядом, и родовая энергия денег тоже может быть вам доступна, как ресурс, тогда этот лабиринт вообще проходится, не знаю, как табличка умножения, которую просто нужно выучить, да, как аксиому. То есть, есть просто какие-то правила, следуя которым вы придете, так или иначе, к деньгам. Но опять же, терпение тоже никто не отменял. Поэтому верьте в собственные силы, не оценивать, и важно, да, чтобы вы оценивали себя тоже трезво, а не думали о том, что вы что-то, я не знаю, там только захотели, и это пришло. Потому что не стоит себя переоценивать, и быть важно очень объективным к себе, верить, что ваших навыков достаточно для достижения того, что вы наметили в своей голове. Так, что еще хочется сказать про деньги, к кому они идут? Деньги точно не идут к людям, которые не следят за ними. Очень часто, например, в марафоне, да, там, отвечая на вопрос, люди мне говорят, а я деньги ношу в кармане, или а я там деньги ношу просто в сумке, в сумке в кармане. Это такой нерабочий очень... Сейчас, господи, кто-то звонит, мне не ответится, потому что я с вами. Деньги... Так, все, я сбилась на этот звонок. А, так вот, очень важно хранить деньги правильно, да, поэтому я всегда рекомендую иметь место для денег. И очень важно следить за тем, как вы обращаетесь с деньгами. Если вы склонны, например, к каким-то импульсивным покупкам и регулярно там тратите, да, прям растрачиваете свою зарплату задолго до того, как получите следующую, у вас явно не все нормально в обращении с деньгами. И это может иметь разные абсолютно вещи. Это может быть... Может идти по роду, да, если были расточители в родовой системе. А также это может быть ваша личная, ну, скажем, личный недостаток вашего характера, с которым тоже нужно работать. Но я уверена, что нет ничего невозможного, друзья мои, потому что главный фактор успеха все-таки в правильном отношении с деньгами это прежде всего ваше желание, которое, я надеюсь, вы все будете иметь. Вы же хотите все-таки измениться и стать другим человеком, который богат, имеет денег, которому, в общем, не жаль с ними расставаться и так далее. Тогда нужно действовать и начинать вести прежде всего учет ваших доходов и расходов. Потому что вот эти формулировки, я вроде зарабатываю, но деньги как сквозь пальцы уходят. Ну как? Деньги неодушевленный предмет, они не уходят самостоятельно. Вы делаете какие-то действия, чтобы они ушли из вашего кошелька или из ваших рук. Поэтому если у вас проблемы с финансовым планированием, то деньги, как энергия, будут тоже очень хаотичны. Поэтому важно все-таки следить, как вы их тратите. Так, 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 так. Что еще важно сказать? Да, еще очень важно сказать, чтобы вы... Что есть еще очень важное такое правило, которое работает для людей, которые, в общем, хотят зарабатывать. Не нужно обманывать или зарабатывать нечестным путем. Потому что грязные деньги заработать можно, но стоит ли? Потому что рано или поздно придется за это заплатить. И плата может быть очень-очень высокой. И опять же, да, я понимаю, что марафон деньги – это просто находка для людей, которые хотят разобраться с деньгами. Потому что именно там, да, есть вещи, которые помогут разобраться в каких-то абсолютно кармических вещах, которые вы тянете. Потому что, возможно, то, что у вас нет денег, это было понятно из вашей родовой системы. Потому что если кто-то грабил из ваших предков, если кто-то отнимал, если кто-то вел нечестный образ жизни, то вы просто обречены терять эти деньги. И нужно с этим работать, да, и вы сможете с ним разобраться. Или наоборот, да, если люди были там раскулачены, или теряли деньги, у них отнимали, возможно, у вас есть страх зарабатывать деньги. Это тоже как бы идет от нашей родовой системы. И со всем с этим мы должны с вами разобраться, если вы, конечно, имеете такое желание. Поэтому регистрируйтесь на марафон деньги. Деньги – обладатель Кубышка. Он начинается 2 марта. Я с вами буду всегда на связи. Потому что преимущество моих марафонов – это только то, что я даю обратную связь, и никто другой. У меня нет армии стажеров, потому что нет столько людей, которым я могу доверять. Еще одна причина, что нет столько профессионалов, как я, потому что я такая одна и единственная в своем роде. Поэтому я буду с вами на связи. Задавать буду иногда неприятные вопросы, но такова моя работа. Поэтому добро пожаловать. 2.03 жду на марафоне «Деньги – обладатель Кубышка». И сегодня в прямом эфире поделилась с вами очень полезными вещами. Если у кого-то нет возможности прийти на марафон, надеюсь, что вы их будете применять и будете улучшать свое финансовое состояние и положение. Рекомендуем мой эфир своим друзьям, потому что это актуальная тема. И всех люблю. Всегда с вами пишите темы актуальные для того, чтобы я делала на них прямые эфиры и дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!